приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как посмотреть кто какой процесс использует файл ну и соответственно вы не можете этот файл куда-то там переместить закрыть ну или там вытащить флешку и так коллеги если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет сэтиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь и так друзья что же вам понадобится что же нам понадобится для выполнения сегодняшнего мастер-класса но для этого нам нужен будет любой linux вот в котором вы сможете это дело все потренироваться это первый важный момент второй важный момент то что я специально для вас написал статью в нашем блоге ссылку на эту статью вы найдете в описании под этим видео в чате причем даже целых две статьи да вот соответственно ну вот по второй статье мы наверное отдельно сделаем такой большой мастер-класс поговорим об утилите lso и соответственно но сегодня такой маленький мастер-класс как говорится как по-быстрому посмотреть что же как говорится держит что же не отпускает вот какие файлы какие процессы держат ваши файлы да то есть вот сегодня у нас такой вот мастер-класс поэтому переходите по ссылке вот повторяйте все за мной и у вас все должно получиться и так жизненная ситуация следующего вот у меня есть есть флешка на вот флешка что важно то что вот на этой флешке немного там файлов а всего лишь один но какой важный момент то что если я нажму на кнопку извлечь извлечь да то мне система говорит что волюм из бези да то есть вот и как бы я не смогу ну да можно сделать их джек то не вей но тогда что же то что то то там потеряется что-то затеряется поэтому поэтому не могу я вытащить флешку ну или то же самое да давайте смотрим df минус edge смотрим что у меня вот здесь вот тут подключена моя флешка вот она да и если я сделаю у mount mount дату соответственно слышь мидия так так если я нажимаю то что мне система говорит то же самое до девайс из бези бези да то есть я не могу вытащить флешку из потому что на ней что-то потеряется и вот здесь возникает вопрос коллеги как же как же понять что держит что держит мою флешку что мне не дает вытащить и вот сегодняшний мастер-класс как раз посвящен тому как это дело узнать как корректно потом завершить тот или иной процесс ну и соответственно в дальнейшем вытащить вот эту самую флешку и так что важно то что для того чтобы узнать что что у нас использует тот держит тот или иной файл или папку мы будем использовать утилиту ls of вот соответственно утилита очень важная в линуксе ей нужно уметь пользоваться она достаточно таки продвинутая много всяких опций можно наверное сделать не такой ни один мастер-класс где детально о ней рассказать но что интересно коллеги то что по сути им в линуксе вот важный момент из теории в линуксе абсолютно все файлы вот все что вы не возьмете в линуксе это файл то есть вот мышка это тоже файл клавиатура файл сетевое подключение сетевые сокеты тоже файл если еще юниксовые сокеты тоже файл понимаете там пайп это же файл все что вы не возьмете в линуксе файл поэтому получается что процессы пользуются создают файлы и обмен идет вот помощью вот таких вот типа псевдо файлов но все равно это файл это специальный вид файла даже папка это тоже файл специальный вид файла директория вот поэтому коллеги пользуемся утилитой lsof и фактически мы сможем узнать кто же там что у нас держит значит вот такие вот моменты да здесь рекомендуется почитать man страницу но она достаточно таки большая если вы хорошо знаете английский и как умеете читать то прям рекомендую но я как бы быстренько вам расскажу как же понять кто что пользуется кто с чем пользуется и так можно узнать владельца файла информацию о процессах размер файла ну и так дальше там ну самый простой вариант это просто написать lsof и соответственно нажать enter что будет видно коллеги будет много всего да значит и фактически вы узнаете вот прям все что использует ну что самый простой вариант наверное это все дело перегнать в какой-нибудь лес вот ну или можно напрямую сделать греб да то есть вот смотрите сколько у меня тут всего это поэтому нужно уметь фильтровать да и так поехали значит начнем мы lsof дальше ставим вертикальный слэш ну и дальше можем или перенаправить в лест ну или можем сразу выполнить фильтрацию с помощью греба так вот помните у меня флешка называется старкова вот она до большими буквами поэтому поэтому я беру и сюда пишу по сути фильтр до старкова вот нажимаю греб ну и осталось подождать и собственно я увижу что же держит мою флешку и так что видно что видно что держит мою флешку значит держит процесс вим вим до вим это что такое это редактор да кто его запустил пользователь юзер вот и соответственно где вот вот путь здесь и указан слэш медиа слэш юзер старкова вот и посмотрите что держит за файл дан то есть это svp файл временный файл где по сути происходит редактирование в редакторе вим да ну я как бы специально так все сделал чтобы посмотреть сюда вот вот у меня значит в имя это открыто и соответственно вот мой файл да и получается что файл по большому счету мою флешку держит вот редактор вим в котором я это дело все нашел да вот вот такая вот интересная штука то есть коллеги принцип очень простой пишите ls of дальше можно фильтровать фильтровать да если вы не не знаете что фильтровать или вы например точно знаете путь к вашей флешке то есть другой способ ls of ну и дальше вы пишете слэш медиа там например там до точку монтирования указан юзер там например там да ну и дальше вот моя флешка и соответственно если я нажму то я вот прям увижу кто же здесь по сути то же самое да посмотрите колонки все те же самые только вот в таком вот виде тоже можно это дело все увидеть здорово здорово да то есть теперь завершая например там редактор вим я могу от маунтить флешку вот такие вот варианты просто просто да то есть но нужно опять-таки понять пошел просто вбиваешь там ls of и вываливается возникает вопрос как там вообще что-то найти да поэтому такие вот моменты дальше коллеги можно фильтровать по пользователю по пользователю да то есть бывает такое что как бы какой-то пользователь что-то запустил до или там например веб-сервер какой-нибудь вас что-нибудь держит и соответственно можно фильтровать по пользователю но опять-таки пример до ls of дальше минус you и указывайте какой пользователь у вас будет фильтроваться у меня например я сейчас работаю под пользователем юзер там этом юзер вот ну и пожалуйста все процессы моего десктопа как говорится вывалились да причем тут а все сокеты и сетевые все все файлы а и сокеты и сетевые подключения и тут от общей библиотеки какие-то там да то есть прям все 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 вываливается дальше есть вариант номер два коллеги можно исключить какого-то пользователя значит если вы хотите исключить какого-то пользователя из списка то тогда используя символ каретки ну или циркумфлекс как он правильно математике называется и так например я пишу вот так вот а значит то есть там где shift 6 shift 6 да и соответственно если я нажму enter то вывалятся все пользователи кроме пользователя юзер то есть фактически вот вот у меня значит труд службы как и ага значит permission denied до коллег если вы видите permission denied то нужно суда до суда и соответственно вводим пароль и соответственно вот это вот пожалуйста я увидел все пользователи все процессы которые у меня запущены получается под пользователем рут почему рут ну потому что у меня другого пользователя здесь на компьютере нету тоже удобно да весьма удобно таким вот образом это дело смотреть дальше можно возвращаемся опять таки к моей флешки до вспомнил еще один вариант как все это дело посмотрите так вот моя флешка можно смотреть по команде да по команде которая у вас запущена и так я смотрю что у меня редактор вим можно дальше посмотреть детально что же там по виму запущена и так значит для этого я пишу ls of и соответственно дальше пишу минус c минус c ну и дальше команда под которой это дело все запущено например вим да и соответственно вот пожалуйста я вижу что же у меня вим какие файлы используются еще раз коллеги lsof показывает полностью все файлы и так вот я смотрю лс of минус c вим и соответственно видно а в первую очередь держит папку вот она да папку ну и дальше поехала тогда вы чистывается вим basic тогда пошли библиотеки какие-то туда-сюда дальше вот консоль моя там да и вот тот файл который как раз вот он у меня и держит и держит а то есть вот такая вот интересная штука то есть вот так вы можете тоже это дело все расковыряй дальше можно смотреть по процессу по процессу значит процесс можно узнать с помощью команды ps например там да ну или вот вот у меня колонка пппит процесса иди вот она до 25 тысяч 40 25 тысяч 40 тоже делаем ls of и соответственно минус ппп 25 40 25 40 нажимаем enter ну и я клир да давайте очищу чтоб эксперименту и я вижу по сути тоже самое то есть вы можете увидеть расковырять вот таким образом что же там у вас где держит здорово да и так коллеги в кого получилось вот как у меня вот поковырять посмотреть что же у вас там где запущено что где держит можете опять таки специально как я открыл там себя редактор вим чего-нибудь там да вот если у вас получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 1 и это означает что вы супер-пупер молодец ну а я двигаюсь дальше итак следующий важный момент это то что сеть в linux и это тоже файл поэтому вы можете посмотреть и сетевые сокеты для этого используется опция минус ай минус ай и так значит с помощью суда запускаем вы помните да потому что иначе будет permission denied вот обычный у меня пользователь не привилегированный доступа не имеет поэтому делаем суда ls of и соответственно минус ай и я увижу абсолютно все подключения куда что у меня ломится да кстати вот 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 все видно да вот все протоколы все соединения там все все прямо став лишь и посмотрите да то есть речите пик лоус там вот все прям видно очень даже неплохо да но опять-таки коллеги здесь много всего ну как это вот но я не сильно много все запускал но тем не менее видно да но вы можете опять-таки фильтровать фильтровать для этого делаем фильтр значит пишем что мы хотим увидеть только tcp сокеты дальше ставим двоеточие и какой порт например будет у меня занят да я могу посмотреть какой порт у меня занят например вот какая-то служба работает на двадцать втором порту tcp соответственно я пишу tcp двоеточие 22 и вижу ага это у меня что это у меня sshd оказывается листин до слушает вот подключение по двадцать втором порту tcp можно еще примеры да давайте еще примеры значит суда ls of минус ай можно посмотреть все сокеты ай пиво 4 да то есть вот она ну по сути то же самое дальше если вы напишите минус ай 6 то вы увидите все сокеты подай пиво 6 но у меня на этом компьютере нету ай пиво 6 интернета но тем не менее посмотреть какие службы там что-то там вот использует слушать тоже можно вот таким вот образом вот вот такая вот интересная идея то или можно использовать команду ls of в в таких вот вещах как там вот в кибербезопасности да то есть вот например у меня работает какой-то вина серв вина сервда открыт порт 5900 что это такое что это такое опять-таки коллеги расковыриваем суда ls of дальше минус pp да и у нас процесс какой меня процесс две тысячи шестьсот пять ну таки пишем две тысячи шестьсот пять две тысячи шестьсот пять нажимаем enter ну и вот сразу видно что у меня тут а вот значит что она там юзает да какие там вот библиотеки что там вот 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 куда она обращается то есть вы как например аналитик по кибербезопасности можете это дело все детально посмотри да кучу библиотек используют каких-то там да вот вот все это дело видно можно вот таким образом расковырять все это дело да то есть вина серв вот она и соответственно все файлы которые открыты все библиотеки которые там вычитываются то есть куда обращается процесс всем прям можно вот таким образом тоже вычитать и посмотреть посмотреть ну чё здорово на самом деле да но и по аналогии вы можете там и ютюбе смотреть там дам ютюбе например там вот пожалуйста все мои ютюбе сокеты тоже пожалуйста видно ну что тут видно тут видно вот там например айбипи система печати юникси юбстом например там да вот видно dns там да вот ну то что под по ютюбе работает вот skype у меня там вот-вот запущенный тоже видно там skype да то есть вот он пожалуйста что-то там слушает вот этом dhcp клиент ну вот таким образом это тоже можно все посмотреть так да ху так а дальше все оказывается да значит коллеги вот такой вот простой мастер-класс который позволяет вам посмотреть какой же процесс держит файл да то есть почему она там не отпускать значит что важно то что еще раз lf ls of достаточно таки продвинутая утилита поэтому для вас еще у нас есть одна статья с нашего блога это говорится программа максимум и наверное отдельный мастер-класс делаем по этому поводу но например описание колонок там дату что такое cvd rtd текст этом да мем потому что мы с вами только что смотрели туда и вот различные типы там файлов ну где она тут делась у меня то есть вот например там да что вот это означает cvd там да вот то есть вот вот эти все вещи коллеги описание детально да это все дело вот описано в вот вот в этой вот статье дам статья которая есть значит я вам скину вторую статью в чат в описании в комментарии под видео поэтому пожалуйста тоже посмотрите программа максимум хотите разобраться посмотрите здесь достаточно таки много всего рассказано вот там ipv4 ipv6 но я тоже частично это дело все вам показал вот такой вот хороший интересный жизненный самое главное мастер-класс который позволяет все это дело выяснить но давайте завершим да значит я завершаю свой вим вот сохраняю q там да вот пожалуйста вышел ну и теперь я могу от маунтить свою флешку дал маунт слэш медиа медиа вот нажимаю enter пожалуйста флешка у меня отпустилась и ничего не ругается и это все благодаря тому что я выяснил какой же процесс держал мою флешку и так или если у вас все получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 2 если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс оцените его лайком впадобай кай нравлика ну или просто поставьте палец вверх но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете в формате ленн байду и вот так вот я делал вы за мной повторяйте освоить вот эти все направления получить международные сертификаты ну и что важно мы еще помогаем с трудоустройством большие международные компании в этом коллеги присоединяйтесь ну а на этом все а салам алейкум мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-то не получается то сразу пишите комментарии под этим видео мы это все читаем и вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания